Крошечка-хаврошечка Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, а есть и такие, которые своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка-хаврошечка. Осталась она сиротой, взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили. Она и ткет, она и придет, она и прибирает, она и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Триглазка. Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть. А крошечка-хаврошечка на них работала, их и обшивала, для них и брела, и ткала, и слова доброго никогда не слыхала. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать. Коровушка, матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню велено пять пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать. А коровушка ей в ответ, красная девица, влезь ко мне в одну ушко, а в другое вылезь, все будет сработано. Так и сбылось. Влезет хаврошечка коровушки в одно ушко, вылезет из другого, все готово, и наткана, и побелено, и в трубы покатана. Отнесет она холсты к хозяйке, та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а крошечке-хаврошечке еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькой возьмет. Принесет хозяйке. Вот хозяйка позвала свою дочь одноглазку и говорит ей, «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди да гляди, кто сироте помогает, и ткет, и придет, и в трубы катает». Пошла одноглазка с хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а хаврошечка приговаривает «Спи, глазок, спи, глазок». Глазок у одноглазки и заснул. Пока одноглазка спала, коровушка все наткала и побелила, и в трубы скатала. Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь, двуглазку. Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди да гляди, кто сироте помогает. Двуглазка пошла с хаврошечкой, забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась, а хаврошечка баюкает «Спи, глазок, спи, другой». Двуглазка глаза смежила, коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а двуглазка все спала. Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь, триглазку, а сироте еще больше работы задала. Триглазка попрыгала, попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поет «Спи, глазок, спи, другой».